Музыка Наступил самый любимый наш праздник, Новый год. И пользуясь случаем, наша программа поздравляет вас с этим замечательным праздником и желает семейного уюта, тепла и благополучия в ваших домах. Но впереди не менее любимый нашим обществом праздник – Рождество Христово. И тут, наверное, уместно вспомнить, что раньше новогодние праздники назывались не новогодними, а рождественскими. И елки назывались не новогодними, а рождественскими. И водружина на этих елках была не пятиконечная, а восьмиконечная вифлеемская звезда, которая и предшествовала рождению Иисуса Христа. В Таганроге Рождество до революции отмечали широко. Разумеется, главным символом праздника были городские храмы. И самым главным из них был городской кафедральный собор, который стоял вот на этой Октябрьской площади. А до революции она называлась Соборной. В этом соборе был регентом церковного хора отец Антона Павловича Чехова, Павел Егорович Чехов. А руководителем благотворительного братства при соборе его дядя Митрофан Егорыч Чехов. А в церковном хоре этого собора пел сам будущий великий писатель, и здесь же он был крещен. Рядом с собором, прямо вот на этой площади, был рынок. И каждое Рождество здесь кипела богатая, щедрая рождественская ярмарка. Замороженные свиные говяжьи туши, красная рыба, знаменитая азовская селедка, заморские вина из Греции и Италии, фрукты, овощи. Все было здесь. Рождественские праздники длились 12 дней по числу 12 апостолов. Две недели. И завершались 19 января днем Святого Крещения. В городском кафедральном соборе была торжественная служба. А потом отсюда, по улице Петровской, направлялся торжественный крестный ход. Они шли по Петровской, спускались по биржевому спуску, и в районе старой каменной лестницы была прорублена крестообразная ордань, где и служился молебен. Этот крестный ход не был исключительно узкорелигиозным мероприятием. В нем принимали участие многие горожане, войска гарнизона, офицеры, казаки. Возле купели играл оркестр казачьей сотни. В воздух воспускались голуби. Над прорубью звучали по древней традиции троекратные ружейные залпы. И люди, считавшие, что они в рождественские праздники немножко нагрешили, первыми прыгали в эту ледяную купель, чтобы христианским подвигом очиститься и искупить свои грехи. Вот так завершался в Таганроге цикл рождественских праздников. Это были дни, которые были освящены благотворительностью, добрым, милосердным отношением друг к другу. И именно это, мне кажется, свойство, эту традицию наших предков, мы должны взять в современность. И тогда и для нас произойдет рождественское чудо. Окружающий мир станет немного добрее, лучше и теплее.